Добрый день всем! Надеюсь, меня видно и слышно хорошо. И я на самом деле сейчас на некоторое время передам слово своему коллеге, которому, собственно, и пришла идея сделать вот такой проект ко дню космонавтики. Просто скажет несколько слов о том, как у нас эта идея возникла, и мы продолжим. Я вам представляю Павла Геннадьевича Никифорова, директора Иркутского планетария. Добрый день, друзья! Мы находимся в Иркутском планетарии, и сейчас у нас 7 часов. Ждем последнего сеанса в Иркутском планетарии. Я хочу сказать, что, конечно, День космонавтики – это здорово, тем более 60 лет со дня проникновения человека в космос. Но мы же должны помнить об этом не в круглые даты. Мы должны помнить об этом всегда, ведь всегда есть что-то интересное, что можно посмотреть на звездном небе. Поэтому наша идея, она выросла из дней тротуарной астрономии, которые мы проводим каждый год, вот уже 15-й год подряд, с 2007 года. И, соответственно, нельзя пропустить и 12 апреля 2021 года. Мы начали обратный отчет с 21 марта, когда прошла Всемирная ночь тротуарной астрономии в Иркутской области и в Забайкальском крае. 24 площадки участвовало в ночи тротуарной астрономии, на них были установлены телескопы, и люди смотрели на небо. И мы сказали, что мы проведем еще одну тротуарную астрономию, но уже для объектов глубокого космоса. А между этими датами, между 21 марта и 12 апреля 2021 года, 2021 года мы будем рассказывать о том, что происходило 60 лет назад, в эти дни, в звездном городке. Не в звездном городке, не только, а в основном, конечно, весь центр тяжести был перемещен на полигон Тюратам, Байконур, подготовка к старту и, собственно, сам старт. И вот Евгения, прекраснейший пресс-секретарь Иркутского планетария, взяла на себя великую ношу изучить множество исторических книг, и каждый день она выкладывала информацию о том, что происходило. Что происходило в эти эпохальные дни. И я думаю, что вот она расскажет обо всем. А я пойду читать лекцию перед нашим звездным залом в Иркутском планетарии. Считаю, что спасибо за приглашение. И мне кажется, что будет интересно всем участникам услышать о нашем опыте. И, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Мы постараемся на них ответить во время и после семинара. Удачи! Добрый день! Еще раз. И я прошу прощения за небольшую заминку технического свойства. Но теперь, собственно, к теме, к нашему обратному отчету. Мы решили размещать такие публикации о том, что происходило в эти мартовские, потому что начали мы наш обратный отчет с 23 марта. В эти мартовские и апрельские дни в 1961 году постарались найти события из хроники на каждый день. И решили, что для того, чтобы знакомить с этими событиями наших подписчиков в социальных сетях, мы будем это делать следующим образом. Будем делать такую графическую информацию, как эти слайды выглядели. Мы сейчас будем с вами видеть в презентации, которую я подготовила. По сути дела, просто скопировав посты из нашего аккаунта в Фейсбуке и ВКонтакте. И каждому из этих постов, каждой из этих картинок будет небольшое такое текстовое описание о том, что же в эти дни происходило. Ну и потом я уже лично у себя в Фейсбуке стала писать более подробные публикации, потому что событий на самом деле происходило очень много. И есть много интересных исторических свидетельств, есть мемуары участников тех событий. И очень многим хочется поделиться. Но формат публикации в социальных сетях, он сам по себе такой достаточно ограниченный, может быть, не подразумевает долгого знакомства читателя с темой. И поэтому я вот решила, что на своей личной площадке в Фейсбуке, в рамках своего личного такого блога, может быть, я смогу рассказать чуть побольше тем, кто тоже этим интересуется. Итак, я сейчас покажу, как выглядел наш первый слайд. Презентацию, я надеюсь, всем видно. Мы придумали вот такую картинку. Заголовок «60 лет первому полету. Обратный отчет». Мы решили, что как и перед стартом космического корабля есть обратный отчет, так есть обратный отчет вот до этой замечательной даты 12 апреля. И, соответственно, каждый день это вот как такой пункт в этом отчете. Вы видите здесь флаг Советского Союза. И это не зря, потому что в рамках этого обратного отчета у нас были новости не только из Советского Союза, но и новости, так скажем, из-за океана. Потому что вы знаете, что в это время такое противостояние, космическая гонка шла между в основном двумя странами-участницами. Это наша страна, которая тогда называлась Советским Союзом. Это Соединенные Штаты Америки, которым тоже очень хотелось сделать важный шаг в освоении космического пространства, потому что и первый спутник оказался в приоритете у Советского Союза. И, как мы теперь знаем, и запуск первого человека в космос тоже. Но для Америки это был тоже очень важный и научно-технический, и, безусловно, политический шаг. И поэтому там события все тоже развивались достаточно динамично. И вот нашей была как раз идеей показать иногда, что происходило параллельно в одну и ту же дату в Советском Союзе и США, связанная с космосом. Иногда, может быть, последовательно, но вот в эти апрельские дни. Итак, 23 марта, первый день нашего обратного отчета, вот он начинается с такого трагического события. Мы в анонсе этого проекта рассказали, что будем рассказывать о различных событиях и о трагедиях, и об успехах, и просто, наконец, о том, что сопровождало жизнь людей в те годы каких-то, может быть, культурных особенностях. Так вот, 23 апреля у нас, простите, 23 марта у нас годовщина трагического события. В результате пожара в Суртобарокамере погибает Валентин Бондаренко, член первого отряда космонавтов Советского Союза. Но информация о его гибели была опубликована только уже в 80-е годы, больше 20 лет спустя после этого события. В книге Марка Лазаревича Галая «С человеком на борту» в 1985 году было об этом рассказано. В 1991 году именем Бондаренко назван один из кратеров на Луне. То есть вот его память в дальнейшем все-таки была увековечена, но потому что произошло... Рассказано об этом было далеко не сразу, когда появилась эта информация. К сожалению, она стала почвой для, как сейчас мы говорим, фейковых новостей, различных слухов. Когда я в Фейсбуке опубликовала этот пост, в комментариях написали, что было несколько передач в 90-е и в нулевые годы о том, что это был на самом деле неудавшийся полет, а вовсе не какая-то трагедия в ходе испытаний. Хотя, конечно, все это было совсем не так. Но, тем не менее, вот с такого, может быть, трагического события начинается наш обратный отчет, а продолжается он уже 24 марта событием из-за океана. Вы видите, появился другой флажок, другой стороны участницы. И мы видим старт «Меркурий Редстоун БД». Это была беспилотная миссия с макетом космического корабля «Меркурий». Тоже очень интересный, на самом деле, полет. Продлился он всего 8 минут 23 секунды. Надо было внести некоторые усовершенствования, испытать их, внесенные усовершенствования в конструкцию ракеты «Редстоун». Предыдущий запуск в рамках этого проекта, у которого на борту был, кстати, живой пассажир, была обезьянка «Хэм». И, тем не менее, этот полет показал, что, собственно, человеку, астронавту, пока в космос, на этом космическом корабле и на этом ракетоносителе лететь рано. Нужно разобраться с проблемой сверхускорения ракеты. Надо сказать, что не предполагалось разлучать в рамках этого запуска макет корабля «Меркурий» и ракету «Редстоун». И они вместе упали в Атлантический океан по завершению миссии. Если мы зайдем на сайт НАСА, посмотрим хронологию запусков, посмотрим описание всех космических запусков тех лет, мы увидим, что НАСА оценивает эту миссию как очень успешную. И, действительно, следующим в рамках программы «Меркурий» стал уже суборбитальный полет с человеком на борту. Это произошло той же весной, но уже, конечно, позднее. Это было 5 мая 1961 года. Алан Шепард совершил суборбитальный полет. Но интересно, что, как и вот эта информация о полете «Редстоуна» нашла отражение в Советском Союзе. Тут нам на помощь приходит и вообще, я должна сказать, что основной такой, может быть, самый подробный источник информации, с которым мне посчастливилось в эти предъюбилейные дни работать, это, конечно, замечательная книга Николая Каманина, Николая Петровича Каманина, его мемуары «Скрытый космос». Кем был Николай Каманин? Он был начальником отдела по подготовке и обеспечению космических полетов главного штаба военно-воздушных сил СССР. То есть это был тот человек, который непосредственно руководил подготовкой самого первого отряда космонавтов. И вот у него есть такие очень замечательные мемуары, в которых буквально день за днем он написывает события 60-61 года, нескольких последующих лет. И, конечно, вот дня марта и апреля 1961 года он очень большое внимание выделяет. Так вот, события 24 марта 1961 года он называет большим провалом. У Каманина состоялся разговор с маршалом Вершининым. Этот разговор состоялся уже в апреле. И во время этого разговора маршал ему сообщил, что у него есть информация, что американцы планируют полет человека в космос на 28 апреля. И вот что пишет нам Каманин. Он говорит, я сказал ему, что они раньше нас, человека, не запустят. 24 марта у них был большой провал. Капсула Меркурий не отделилась от носителя и затонула в океане. Вот мы с вами видим, как можно по-разному интерпретировать, собственно, один и тот же факт. НАСА считает свою миссию успешной. За океаном в Советском Союзе говорят, что вот это был такой провал. Корабль затонул, хотя вот план миссии и, собственно, не предлагал разделять корабль и ракетный носитель. Ну что ж, Меркурий Рэдстоун свою задачу выполнил. Усовершенствования, которые были внесены в конструкцию и корабля, и ракета-носителя, они себя оправдали. И уже следующий полет в рамках этой суборбитальной программы состоялся 5 мая 1961 года. Ну а мы продолжаем двигаться дальше во времени. И у нас наступает 25 марта. И очень интересно в этот день и с мыса Канаверал, и с полигона Тюратам, который нам сейчас известен как космодром Байконур, совершаются запуски космических аппаратов. Смотрите, у них даже номер, в принципе, совпадает. Космический аппарат Explorer 10 отправляется в полет с мыса Канаверал, исследовать поле Земли, магнитное, геомагнитное поле. А с полигона Тюратам стартует спутник 10, который несет прототип пилотируемого корабля «Восток». И на борту этого космического корабля есть даже живые пассажиры. Это вот эта замечательная собачка-звездочка, которую вы видите на слайде. Также в этом космическом корабле находился неживой, но очень похожий на живого человека манекен-космонавта, которого его создатели называли Иваном Ивановичем. А также на борту этого корабля было то, что потом в сообщении ТАСС, телеграфного агентства Советского Союза, назвали другими биологическими объектами. В том числе там были мыши, морские свинки. Вот такие пассажиры находились на борту корабля, макета космического корабля «Восток». С манекеном была очень интересная история. Уже упоминавшийся сегодня Марк Галай, летчик-испытатель и тоже один из участников подготовки полета первых космонавтов, пишет, что изготовители манекена постарались, чтобы он максимально напоминал человека и лицо у этого манекена было очень похожим на лицо настоящего человека. Рот, нос, глаза, брови, даже ресницы. И настолько он был человекоподобен, что даже было в нем что-то неприятное, что-то отталкивающее. Вот Марк Лазаревич пишет, что когда этого Ивана Ивановича на суд комиссии представили, он не удержался от реплики, что если бы он увидел такую фигуру где-нибудь в поле или в лесу нашел бы этот манекен, наверное, в первый момент принял бы эту фигуру за покойника. Было что-то в нем такое неприятное. Наверное, все-таки нельзя, пишет Марк Лазаревич, чтобы не человек был чересчур похож на человека. Вот тот эффект, который он описывает, потом психологи и робототехники назовут эффектом зловещей долины. Этот эффект можно выразить следующим образом. Наиболее человекоподобные роботы или манекены кажутся людям неприятными, потому что, несмотря на то, что степень сходства с человеком очень высока, тем не менее есть какие-то мелкие несоответствия реальности, и они вызывают у нас такое чувство дискомфорта, страх. Поэтому вот такое сравнение с чем-то неприятным, с зловещим, пугающим, оно действительно справедливо имело место, и потом другие исследователи это подтвердили. Те, кто разрабатывал Ивана Ивановича, конечно, обиделись на сравнение манекена с покойником, но Сергей Павлович Королев поддержал Галая, который выразил свою реплику вслух, и сказал, ну давайте на нем что-нибудь напишем, например, манекен или макет, чтобы если вот действительно после приземления капсулы люди найдут этот манекен, и вдруг это первыми будут не члены спасательной команды, которые должны это делать, а просто какие-нибудь местные жители, чтобы действительно не подумали, что это мертвый человек, чтобы было понятно, что это просто манекен, который отрабатывает очень важную задачу. Надо посмотреть, как сработает система катапультирования, как все, что будет потом использовать настоящий живой космонавт, все ли работает действительно хорошо и правильно. Что касается собачки, то свою кличку космическую звездочка она получила буквально накануне полета. До этого ее звали Удача, но перед, собственно, самым запуском кто-то сказал, что, наверное, будет неправильно, если в космос полетит Удача, потому что удача – это что-то такое, что от нас не зависит, это не отражает истинные корни успехов Советского Союза в области космических исследований. И вот опять-таки, возвращаясь к мемуарам Марка Галая, можно в них прочитать такую фразу, что кто-то из принимавших участие в обсуждении сказал, ну, если кличка собачки так уж должна отражать корни наших успехов в космосе, то давайте назовем ее коротко и ясно. Коллективный подвиг советских инженеров и ученых. На шутку этой, конечно, посмеялись, но имя собачки все же пришлось поменять. И существует такая легенда, она неизвестна на самом деле, было ли это действительно так. Разные участники этих событий рассказывают эту историю по-разному, но вот бытует такая версия, что кличку «Звездочка» для собаки предложил Юрий Гагарин, а товарищи его поддержали. В частности, Каманин излагает такую версию в своих мемуарах. Если мы почитаем официальную автобиографию Гагарина, то он там пишет, что вот, я увидел собачку, спросил, а как же ее зовут? А мне сказали, а никак ее не зовут, это просто там объект какой-то, животное подопытное, номер такой-то. А я ей сказал, ну что ж, лети «Звездочка». И вот с легкой руки Юрия Алексеевича имя собаки «Звездочки» прозвучало в дальнейшем во всех сообщениях ТАСС. Было ли так это на самом деле или была версия с удачей? Ну вот, такой интересный момент, связанный, как сейчас бы сказали, с неймингом. Полет «Спутника-10» продолжался чуть больше 88 минут. «Звездочка» перенесла его абсолютно прекрасно. Иван Иванович, как и было запланировано, автоматически катапультировался из корабля. И, конечно же, телеграфное сообщение главного информационного агентства Советского Союза ТАСС облетело весь мир. Наверное, тогда мало кто догадывался, что это была, по сути, генеральная репетиция этого самого главного полета, годовщину 60-ю, которого мы отмечаем сегодня. Чуть больше двух недель остается до 12 апреля, и вот такая вот главная генеральная репетиция со звездочкой на борту успешно произошла в этот день. Что же касается американского «Спутника», который был запущен с мыса «Канавилл», это был исследовательский аппарат, весил он 35 килограмм. Это был аппарат, который продолжил серию запусков программы «Эксплорер». Проработал он, его батареи, точнее, проработали 52 часа, в течение которых он передавал данные. Но данные оказались достаточно важными для науки, потому что магнитосфера оказалась устроена сложнее, чем ожидали ученые. Раньше думали, что магнитосфера – это действительно такая сфера, которая повторяет форму Земли, а оказалось, что у нее есть такой длинный цилиндрический хвост с ночной стороны планеты. И аппаратура «Эксплорер-10» также зафиксировала, как влияют на магнитосферу, сталкиваясь с ней, зафиксировала столкновение потока частиц от Солнца, их взаимодействие с магнитным полем Земли. Вот смотрите, один день, два запуска с двух космодромов. Понятно, что напряжение в космическом вот этом забеге такое достаточно серьезное. Можно снова обратиться к мемуарам Каманина. Он пишет, на каждый наш спутник США сейчас спускает три или четыре своих спутника. В космосе сейчас летают более 15 американских спутников, причем их спутники в 4-5 раз легче наших. Они запустили спутники «Дискаверер» для отработки разведывательной аппаратуры. А запуск спутника «Эхо-1» — это отличный эксперимент по усовершенствованию средств связи. И нам необходимо признать, что американцы, отставая от нас, в весе спутников мощности ракетных двигателей, в то же время опережают нас посредством связи, телеметрии, электроники. Конечно, всем участникам подготовки первого полета человека в космос очень хотелось быть первыми. Вот этот азарт, это желание обогнать и перегнать, его отмечают все участники тех событий. Но обратите внимание, соперничество действительно очень серьезное. И одна участница космического забега, страна, Советский Союз, другая, Соединенные Штаты, каждый в чем-то немножко опережает своего коллегу, партнера, соперника по забегу. Путь в космос действительно был таким непростым. Это действительно была интересная и сложная задача оказаться первыми в этом забеге. И к чести наших соотечественников им это сделать удалось. И вот даже когда просто читаешь в этом времени, читаешь мемуары, какие-то исторические материалы, газетные публикации, ты знаешь, чем закончится эта история, но все равно переживаешь, наверное, ничуть не меньше, чем непосредственные участники этих событий. Но, во всяком случае, у меня по мере погружения в эту историю было такое ощущение. Но пора двигаться дальше. Наступает 26 марта. И вот тут приходит время для того, чтобы внести такой культурный контекст в наш проект. В это время на экранах Советского Союза шел комедийный фильм «Осторожно, бабушка», в котором играла замечательная актриса Фаина Раневская. И вот этот фильм смотрели в том числе и участники первого отряда космонавтов. На полигоне Тюратам были условия для того, чтобы не только плодотворно работать, но и отдыхать. Ребята занимались спортом, играли в шахматы, но было у них то, что Каманин в своих мемуарах называет таким словом, который сейчас нам всем знакомо и доступно, домашний кинотеатр. То есть у них там был такой оборудованный кинозал, в котором можно было посмотреть кино. И фильмы в этом кинозале крутили точно те же самые, что и в других кинозалах Советского Союза. Я ради интереса посмотрела подшивку газет, иркутских газет за 61-й год, посмотрела репертуар кинотеатров и нашла там вот эту замечательную картину тоже. И Каманин пишет, что вот это кино веселое, забавное про бабушку они смотрели. Вот предлагаю своим подписчикам найти в интернете этот фильм, посмотреть и окунуться, может быть, в такую культурную атмосферу начала 60-х в Советском Союзе. Кстати, премьера этого фильма состоялась 7 марта, к 8 марта. Наверное, очень такой жизнеутверждающий фильм. Главная героиня – женщина, очень боевая, очень пробивная. Фаина Раневская, собственно, другие типажи и не воплощала в кино. Движемся дальше и обращаем внимание на то, что новости 60 лет назад ходили медленнее, чем в наше время. Здесь у меня вырезка как раз из Иркутской областной газеты. У нас до сих пор выходит газета «Восточно-сибирская правда», вырезку из которой я здесь представляю. «Собачка-звездочка», про которую мы недавно поговорили, успешно вернулась на Землю еще 25 марта, но пресс-конференция в ТАСС состоялась только 27 марта. И вот 28 марта сообщения о полете наконец-то добираются до областных газет. «Слава советской науке», «Новая звезда в небе», «Пятый корабль-спутник» прокладывает путь человеку в космос. Эта заметка выходит на первой полосе Иркутской областной газеты, и даже пришлось чуть потесниться речи товарища Никиты Сергеевича Хрущева о сельском хозяйстве Казахстана. Эта речь занимает практически все четыре полосы газеты. Тем не менее, там остается маленький-маленький хвостик, такой подвал, нижняя часть последней четвертой полосы для рубрики «Объявлений». И на первой полосе остается место для того, чтобы сообщить о полете пятого корабля «Спутника», о собаке-звездочке и о ее успешном возвращении на Землю. Кстати, вот я вижу здесь среди участников очень много представителей библиотек. Я думаю, что у вас-то, наверное, как ни у кого другого, много есть возможностей совершать такие путешествия в прошлое, просматривая подшивки местных газет за интересующий вас год. Очень интересно бывает посмотреть, что же происходило в вашем родном городе в те дни, когда готовился, например, полет первого человека в космос. Как потом отреагировала печать вашего города на это событие? Какие наверняка были какие-то интересные публикации? Я думаю, что вот у библиотек как раз есть очень большой потенциал для таких вот проектов, и в социальных сетях в том числе. Мне кажется, что это достаточно интересно. И вот, судя по моему, в Фейсбуку подписчикам это понравилось. С удовольствием пообсуждали реалии этих лет, повспоминали, так сказать. Но мы движемся дальше. Так, здесь у меня пропущен, к сожалению, один слайд в презентации. Сейчас я посмотрю в Фейсбуке. Да, 29 марта состоялось заседание Государственной комиссии, на котором было решено, что человек в космос полетит, полетит между 10 и 20 апреля 1961 года, и точнее даты пока не называется. На нашем слайде мы сейчас видим 30 марта. В этот день в Советском Союзе был утвержден план поиска космонавта и корабля после приземления. И вот мы видим одно из средств поиска, вертолет Ми-4. Кстати, именно на таком вертолете в итоге Гагарину все-таки придется немножко пролететь после его успешного приземления 12 апреля. Так что это средство поиска себя полностью оправдает. Ну, а в Соединенных Штатах в этот момент пилот Джозеф Уокер на самолете-ракетоплане X-15 поднимается на высоту чуть больше 51 километра. И на тот момент этот отважный летчик еще не знает, что он будет единственным, кому всего через два года удастся дважды преодолеть на том же самом самолете-ракетоплане X-15 высотный рубеж в 100 километров, который считается такой границей атмосферы и космического пространства. Выше 100 километров уже можно считать полет суборбитальным. Кстати, интересно, что Джозеф Уокер после ухода из программы испытаний самолетов-ракетопланов X-15 и до своей гибели трагической в авиакатастрофе в 1966 году он участвовал в создании и испытаниях тренажера лунного посадочного модуля, который был предназначен для отработки астронавтами навыков посадки на Луну. И также вот тоже такое интересное совпадение на тех же самых ракетопланах X-15 в этот момент. Испытывал их, летал, проводил полеты, всем известный сейчас, а тогда, наверное, практически никому неизвестный летчик Нил Армстронг. Через какое-то время, совсем недолгое, он будет первым человеком, который прогуляется по Луне и, готовясь к этому полету на Луну, он многие часы будет проводить на том самом тренажере, который испытывал его коллега Джозеф Уокер, который оказался более удачливым в полетах на X-15. Ведь Нилу Армстронгу во время полетов на этих ракетопланах так и не удалось достичь вот этого рубежа в 100 километров и даже на высоту 80 километров или 50 миль, которые считаются границей космоса в Соединенных Штатах, ему тоже не удалось поднять этот ракетоплан. Но, как мы понимаем, теперь успех его ждал чуть позже и в другой уже в лунной программе. Тем не менее, интересно, как порой пересекаются пути разных людей в одно и то же время. Движемся дальше. У нас 31 марта и 1 апреля. И 1 апреля тем, кто готовит к полету, первый пилотируемый корабль и, соответственно, первый полет человека в космос не до шуток, потому что проводятся испытания очень важных составляющих полета, на прочность проверяют носимый аварийный запас. Вот здесь на слайде вы видите фото одного из первых носимых аварийных запасов космонавтов. Это такой, так скажем, набор для выживания, который должен помочь космонавту при возвращении на Землю. В него входила надувная лодка и пистолеты, патроны и некоторое количество высоко калорийной еды. В общем, когда ты смотришь вот на этот набор, который вот сейчас на слайде представлен, наверное, вспоминается какой-нибудь средний такой поход, куда-нибудь в тайгу, туристический поход. А вот тогда с вот таким набором, из такого опасного путешествия приходилось совершать посадку на Землю людям. Испытания на самом деле идут не так гладко, как хотелось бы. Вопреки заверениям разработчиков, что все хорошо, этот самый носимый аварийный запас на воде не имеет достаточной остойчивости. Периодически заливает вода передатчик, и, соответственно, он перестает работать. Поэтому еще требуются какие-то доработки, прежде чем с таким носимым аварийным запасом лететь. Но также очень важный момент – это испытание системы регенерации воздуха в корабле. И там была такая достаточно сложная техническая проблема. 30 марта они как раз должны были начать испытание осушителя системы регенерации воздуха с несколько измененным составом осушающего вещества. Но в назначенный срок эти испытания не состоялись. И более того, стало понятно, что старый наполнитель осушителя не годится. Он снова начал выделять раствор хлористового лития. И поэтому начинать, дескать, с ним новые многодневные испытания в тепловом макете корабля было бессмысленно. По поводу вот этого самого вещества, хлористового лития, несколько дней назад уже состоялась жаркая дискуссия. Врачи утверждали, что частицы этого раствора могут отравить космонавта. А разработчики этой системы регенерационной настаивали, что вещество это безвредно, и даже его можно есть. И решили тогда провести испытание в высокотемпературном режиме, только немножко изменив пропорции составляющих компонентов. Но вот не все идет так гладко. Все-таки стоит задача сделать так, чтобы системы жизнеобеспечения работали надежно в течение 6-7 суток и в идеале до 10 суток. Почему так? Почему было важно, чтобы так долго работали системы жизнеобеспечения, если полет был рассчитан всего на полтора часа? А дело в том, что если бы не сработал тормозной двигатель, то корабль сходил бы с орбиты, так скажем, в ходе естественного торможения верхние слои атмосферы и постепенно вернулся бы на Землю, но, конечно, при условии, что орбита была бы невысокая, в районе 200 километров, то тогда за несколько суток такой сход с орбиты бы произошел. Мы сегодня знаем, что все закончится хорошо, что сработает система торможения, что тормозной двигатель сработает нормально и не придется долгие сутки болтаться в таком достаточно тесном пространстве первого пилотируемого корабля «Восток» первому советскому космонавту, но на тот момент этого еще, конечно, никто не знает, и очень важно провести все испытания так, чтобы гарантировать условия для жизни и работы в случае, если что-то пойдет не так. Возникли некоторые сложности со 2 апреля, это было воскресенье в 1961 году, и, видимо, все отдыхали, каких-то записей именно в этот день мне найти не удалось, поэтому у нас на календаре сразу наступает 3 апреля. В этот день ЦК КПСС принимает решение, полет человека в космос состоится. 4 апреля вручают удостоверение пилотов-космонавтов троим ребятам из первой шестерки, из первого отряда космонавтов. Вот эти удостоверения получают Юрий Гагарин, Герман Титов и Григорий Нелюбов. Вот все трое стоят на Красной площади и фотографируются в солнечный апрельский день. И пока они еще сами не знают, кто же из них в итоге будет лететь первым. Но не знают этого их руководители, это решение еще только планируется принять, и мы с вами действительно очень скоро станем свидетелями того, как это произойдет. Итак, у нас наступает 5 апреля. Первый отряд космонавтов, инженеры, врачи, кинооператоры, Николай Петрович Каманин, мемуарами которого мы зачитываемся в последние две недели, летят на полигон Тюратан, он же Байконур. Их там встречает Королев. Он улетел туда сразу после заседания ЦК КПСС 3 апреля. Погода в тот день стояла отличная, и самолеты, они летели на трех самолетах, долетели до Москвы без промежуточной посадки. К половине третьего уже вся команда, которая будет участвовать в подготовке первого запуска, находится на Байконуре, на полигоне Тюратан. И подлетая к Байконуру, все просто удивляются такому полю цветов, которые видят из окон, из иллюминаторов самолета. Особенно, конечно, это поле цветов, тюльпанов. Цветение в степи этих цветов занимает очень короткое время. Наверное, они такие же яркие, красивые, и также непродолжительно цветут, как биографии многих летчиков-испытателей. Но вот эту красивую цветущую степь наблюдают первые космонавты перед тем, как их самолеты совершат посадку на полигоне. Все, конечно, сразу же рвутся в бой, но в распорядке дня после долгого такого перелета в обязательном порядке стоит отдых, игра в волейбол, кино. И после этого долгого дня Каманин долгое-долгое время размышляет, а все-таки кто же должен полететь первым. Уже выбор приходится делать из двух кандидатов, Гагарин и Летитов. Они оба себя прекрасно показывают на всех тренировках, они оба готовы лететь. Но вот только, пишет Каманин, Герман не многословен, лишнего никогда не скажет, а вот Юрий может позволить себе высказывать некие сомнения. Например, когда облетали район посадки, он смотрел на голую, обледенелую еще такую землю и вздохнул. Да, здесь-то, наверное, можно крепко приложиться. Наверное, думает Каманин, Китов все-таки сильнее. Но, может быть, поэтому ему стоит полететь вторым, ведь обязательно будет второй полет, и он будет уже продолжаться не один час тридцать минут, это будет не один виток вокруг Земли, а несколько, и, может быть, тогда более сильный, более опытный космонавт нужен. И здесь в мемуарах Каманина звучит такая очень, как мне кажется, сильная фраза. Он пишет, нелегко решить, кого отправлять на верную смерть. И при этом понятно то, что без разницы, будет ли этот полет успешным или он закончится трагически, но имя первого космонавта так или иначе запомнит весь мир. Мировая известность, мировая слава, строчка в истории этому человеку обеспечена. Имена второго и последующего, конечно, они тоже будут зафиксированы историей, но со временем, увы, забудутся, пишет Каманин. А вот первый, он и есть первый. Но точно так же сложно отправить в такой полет, который совершенно не обязательно закончится успешно, может закончиться трагически, человека, которого ты уже хорошо знаешь, к которому ты привык. Оба будущих космонавта, и Гагарин, и Титов, ему годились в сыновья, он к ним действительно очень привязался. И я думаю, что было очень непросто этому человеку сделать выбор и понять, кто же полетит первым. Но этот выбор он в итоге сделал. На нашем календаре 7 апреля мы видим, после тренировок по ручному спуску космического корабля наши космонавты с удовольствием играют в бадминтон. Этот вид спорта, кстати, потом в Советском Союзе и получил широкое распространение благодаря информации о том, что Гагарин и Титов им увлекались. Ну, а в западной печати в это время распространяется слух о якобы неудачном полете в космос Владимира Ильюшина. Началось все с британской газеты Daily Walker, корреспондент, который пишет, что якобы с 7 апреля состоялся неудачный полет. Советский Союз отправил человека в космос. Этот человек совершил целых три витка на корабле с гордым названием «Россия». Но потом во время посадки что-то пошло не так, и космонавт Владимир Ильюшин, это сын известного авиаконструктора Сергея Ильюшина, очень сильно пострадал. Откуда вообще возникла идея у корреспондента британской газеты написать вот такую, написать такую заметку? Действительно, он потом в своих мемуарах пишет, что якобы ему попалась информация о том, что Владимир Ильюшин попал в автокатастрофу, а если ты читаешь в советской прессе сообщения об автокатастрофе, конечно же, это завуалированное сообщение о том, что это в космическом полете что-то пошло не так. На самом деле, очень много допущений, и мне кажется, что настоящие журналисты так работать не должны. Владимир Ильюшин действительно попал в серьезную автокатастрофу, но это случилось годом ранее, в 60-м году. Врачи не были уверены, что он снова вернется в свою профессию летчика-испытателя. Были серьезные повреждения нанесены его здоровью. Он проходил реабилитацию в Китае, и может быть поэтому уже в других средствах массовой информации зарубежных дальше идет информация о том, что корабль совершил неудачную посадку в Китае, и теперь космонавт находится в Коми. В общем, испорченный телефон здесь работал в полный рост. Но в появлении таких вот фейков, как мы бы сейчас сказали, фейковых новостей, виновна не только небрежность журналиста и нежелание докопаться до правды, до источников информации. На самом деле, и об этом пишет и Марк Лазаревич Галлаев в своих мемуарах, где отсутствуют и официальные источники информации, там властвуют слухи. То есть единственное эффективное средство от сочинения слухов и фейковых новостей – это полноценная, не засекреченная информация, регулярное информирование о том, что происходит, кто, собственно, летит. Когда есть информация, людям гораздо сложнее что-то выдумать и додумать. В ситуации, когда существует такой информационный вакуум, понятно, что готовится полет в космос, но непонятно, когда он произойдет. Ну, тут могут быть использованы самые разные спекуляции, и мы вот это видим на этом в примере таких фейковых новостей из 7 апреля. Ну, наступает 8 число, и в этот день на полигоне Тюратам проходит заседание Государственной комиссии, на котором Николай Петрович Каманин от имени военно-воздушных сил озвучивает свой выбор. Он говорит, что первым космонавтом должен стать Юрий Кагарин, Герман Титов должен быть его дублером, должен лететь запасным. На этом же заседании обсуждается еще несколько организационных моментов, связанных с полетом. После заседания члены комиссии выходят в монтажный испытательный корпус, наблюдают за тренировкой космонавтов, и еще не называя своего решения, Сергей Павлович Королев принимается разъяснять Гагарину работу всех систем корабля, убеждать его в том, что они достаточно надежны. Гагарин соглашается во всем с главным конструктором. Тот говорит, что происходит? Я его подбадриваю, а он меня тоже убеждает в еще большей надежности корабля. И Гагарин говорит, да мы тут все, в общем-то, подбадриваем друг друга. И на этот момент еще ни Гагарин, ни Зитов не знают о решении, которое принимает, которое уже приняла государственная комиссия. На следующий день, 9 апреля, Николай Петрович Каманин вызывает их к себе и сообщает о принятом решении. На заседании комиссии было решено, что 10 числа состоится уже торжественное заседание, на котором всем космонавтам объявят о принятом решении, назовут дату запуска. Но вот он решает на день раньше сообщить об этом решении ребятам, чтобы оно не стало для них неожиданностью. И он пишет, что была сразу заметна радость Гагарина, и только на какую-то долю, мгновение, мелькнула некая досада на лице Германа Титова. Но он тут же с улыбкой пожал руку Гагарину, пожелал ему удачи. И тут ему сказал в ответ, Герман, не переживай, твой старт тоже недалеко. Мы сегодня знаем, что он будет в этом смысле прав. 10 апреля состоялось официальное заседание госкомиссии, на котором космонавтам объявили, что летит Гагарин. Вот тут кусочек цветной кинопленки. Это заседание уже фиксировалось на кинокамеры. Вы видите, там на столе лежат фрукты. Сергей Королев, Константин Руднев, председатель государственной комиссии, сообщают о принятом решении космонавтам. 11 апреля ракету вывозят на старт. Это происходит в 5 утра. В 10 утра туда, наверх, к космическому кораблю поднимается целая комиссия, которая проверяет, как работает логический замок. С этим замком была связана очень интересная история. Для того, чтобы перевести корабль в ручное управление, если в какой-то момент что-то пойдет не так, нужно было набрать особенный такой шифр на логическом замке, после которого доступ к системе предоставлялся. Для чего это нужно было сделать? То есть, это была такая проверка на то, что человек в космосе находится в здравом уме. Всерьез переживали конструкторы, всерьез переживали врачи, что может психика человека не выдержать полета в космос, и человек может себя там повести как-то неадекватно, и вдруг он раньше времени решит запустить эту самую тормозную установку. И поэтому у этого логического замка был определенный шифр, который был спрятан в специальный конверт, его закрепили рядом с креслом космонавта, но в итоге шифр из этого конверта по секрету на ухо и Каманин, и Гагарину сказали. Ну а тогда, 11 апреля, они поднялись на самый верх, к верхней площадке корабля, проверили эту систему логического замка, поглядели на красоту степи, простирающуюся, куда только хватает глаз. Кто-то сказал, что вот нашу комиссию, наверное, единственную на земном шаре можно в полной мере называть высокой, с такой высоты мы здесь все наблюдаем. В час дня приехал на стартовую площадку Гагарин, выступил с такой очень короткой, но очень прочувствованной, трогательной речью перед военными, которые готовили этот запуск. Ну а после этого уже и Гагарин, и Титов, и Каманин переехали в так называемый маршальский домик, в котором им предстояло провести последние часы, сутки перед стартом. Там они пообедали космической едой в тюбиках. Меню обеда было следующим щавелевое пюре с мясом, мясное пюре и шоколадный мусс. Интересно, что Гагарин в своей официальной автобиографии пишет, что еда была достаточно вкусной, а Каманин в своих мемуарах пишет, обед был сытным, но не очень вкусным. Но вот на вкус и цвет товарищей нет, с 6 часов вечера по настоянию врачей запрещаются любые разговоры о предстоящем полете, чтобы не возбуждать нервную систему, но никто не мешает разговаривать о прочитанных книгах, о просмотренных фильмах, вспоминать детство, и действительно, Гагарин с Титовым еще долго беседует, в половине десятого к ним заходит пожелать спокойной ночи королю. Николай Петрович Каманин слышит, как за стенкой собираются спать первый космонавт и его дублер и думает о том, что завтра, 12 апреля, произойдет историческое событие и весь мир узнает имя первого космонавта до той поры никому неизвестного старшего лейтенанта военно-воздушных сил Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина. Вот на этой ноте мы заканчиваем наш обратный отчет. Наступает 12 апреля, звучит легендарное «Поехали!» и с этого момента этот полет становится историей. Вот сейчас я вам так, может быть, кратко можно рассказывать бесконечно про каждый день и делиться большим количеством фотографий, рассказала об обратном отчете, который мы вели в эти мартовские и апрельские дни на страницах социальных сетей «Планетария». Было очень приятно получать обратную связь от наших подписчиков, кто-то, кто постарше вспоминал собственные эмоции от того полета и тех дней, от тех информационных сообщений. Мы также переводили эти картинки на английский язык и рассылали нашим коллегам в другие планетарии и астрономические общества, получали от них интересную обратную связь. Например, из Америки один из членов Аризонского, если мне память не изменяет, астрономическое общество написал, что когда Гагарин полетел, мне было 13 лет, и я прекрасно помню вот это воодушевление от этого события. Казалось, что вот мы стоим на пороге действительно какой-то такой космической эры, и он думал, что когда-нибудь, когда он станет старым, мы уже на Марс будем летать так же, как в соседний город. Ну, всё развивается несколько более медленными темпами, чем, может быть, представлялось мальчишкам начала 60-х годов. Но, тем не менее, очень приятно получать вот такую обратную связь о нашем проекте не только от наших соотечественников. Ведь для нас полет Гагарина это вот какая-то такая очень, мне кажется, неотъемлемая часть нашего культурного кода. Но и очень приятно знать, что и в других странах это событие знают, помнят, любят, с удовольствием читают новости из прошлого. Большое спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, готова на них ответить. Спасибо, Павел, да. Да, мне очень приятно, что здесь собрались оба наших спикеров. Павел, огромное спасибо еще раз вам за первый вебинар, за то, что вы пришли к нам сюда. Евгения, вам спасибо за интереснейший рассказ по дням буквально. Я хотел бы, чтобы вы как-то поделились своими контактами либо в Фейсбуке, либо еще где-то, чтобы наши слушатели смогли подписаться на вас, на ваши проекты. Да, ну, лучше бы это дать, ну, хотя бы что-нибудь из этого дать в чат, если можно. Да, конечно. Сейчас напишем. Одну секундочку. Так, я сейчас скопировала все эти ссылки. Да? Меня можно найти везде, во всех социальных сетях, меня так и зовут, и в ВКонтакте, и в Фейсбуке, пожалуйста, электронная почта и телефон есть у всех мессенджерах. Буду рада сотрудничеству. Если вы какие-то проекты делаете информационные, популяризаторские, буду очень рада помочь. Павлу Шубину огромное спасибо за ценный комментарий. Действительно, мне очень приятно, что вы сегодня были с нами, потому что ваши книги у нас есть в библиотеке, и я, наверное, не могла себе представить, что вы, как вот автор, будете слушать такой наш скромный информационный проект, который основан на таких абсолютно открытых источниках, но, тем не менее, нам показалось это важным, вспомнить все эти детали перед юбилеем. Друзья, я хотел бы отметить, что я весьма рад, что нам удалось таких интересных спикеров сегодня заполучить в наш проект. Мы, возможно, дальше будем продолжать делать проекты по каким-то значимым датам. приглашаем вас всех на другие вебинары Директ-Академии. Я даже не стал сегодня делать подробного представления других вебинаров, потому что у нас сегодня праздник, и мы вот, чтобы мы сегодня сосредоточились на той теме, которая есть. Еще раз хотел бы поблагодарить всех наших спикеров, конкретно сейчас Евгению Скаритниуза и Павла, который тоже представлял этот проект с сегодняшним вебинаром. Мы будем рады всячески продвигать ваши проекты у нас. Если есть какая-то информация, которая нуждается в продвижении, вы нам скажите, мы будем тоже вам помогать. Вот. А сейчас я хотел бы... Да, я не вижу... Да, вот тут все уже хотят заглянуть в Иркутск. Это здорово. Это Павел пишет, да. Вот. Рад, что мы смогли с вами таким образом состыковаться. Вот. Я еще раз приглашаю всех на наши вебинары и хотел бы еще раз всех поздравить с нашим замечательным праздником, юбилеем, который мы отмечаем... Праздник мы отмечаем каждый день, юбилей, не каждый... Каждый год юбилей, не каждый год. Вот. Призывал бы вас всех помнить о тех достижениях, которые у нас были и которые, возможно, еще у нас будут. Я надеюсь, что будут. Вот. Ну и всем спасибо. Спасибо, что пришли тем, кто пришел. Спасибо тем спикерам, кто пришел и у нас провел сегодня вебинары. с праздником, до новых встреч. До новых встреч.